Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных, первый день месяца пробуждения природы, 7525 лет, третийник. Архаизм русских волшебных сказок. Такова тема сегодняшнего нашего эфира и автора соведущей Алексей Комогорцев. Здравия тебе, Алексей! Вечер добрый! Итак, давай начнем с того, наверное, вот расшифруем, как всегда. Вначале мы расшифровываем понятия, которые у нас в заголовке. Итак, архаизм. Ну, русских, наверное, понятия многим известно. Хотя кто его знает, да? Может, тоже придется расшифровать, что такое русский, да? Волшебных сказок. Ну, давай, мы вообще поговорим сейчас, поговорим о делении, как бы, подразделении волшебных сказок, да? Ну, опять-таки, которое принято в современной академической науке, да? Вот. Ну, в первую очередь, принято выделять сказки с чудесным содержанием или волшебные сказки, да? Опять-таки, я сейчас подчеркну, мы говорим о народном фольклоре, то есть это не какие-то художественные произведения, там, каких-то авторов и прочее-прочее, там, авторские переработки и прочее. То есть, речь идет именно по слову о народном фольклоре. Итак, народный фольклор, сказочный, подразделяется на, собственно, волшебные сказки. Кумулятивные, так называемые, сказки. Что значит кумулятивные? Это значит, означает, что построены на многократном повторении одного и того же звена. То есть, вот, ну, тот же самый Калабов. Кумулятивная сказка типичная, да? То есть, она приходит к одному, к другому, к второму, к третьему. Вот это кумулятивная сказка. Вот, сказки о животных. К ним примыкают сказки о растениях. Вот, кстати, между прочим, сказки о растениях считаются одними из неиболее древних. К примеру, сказки о войне грибов. Вот, ну, и сказки о неживой природе, сказки о предметах. Там, к примеру, о волшебной бакшочке, которая дает сельческие блага. Ну, или мельницы. Бытовые сказки. Это вот сказки о людях, которые содержат, например, бытовые сцены. Ну, и уже эту цепочку замыкают докучные сказки. То есть, прибаутки, потешки, анекдоты и небылицы. То есть, это такое уже небольшое занижение контекста. Ну, в данном случае, если мы говорим о бархавических сказках, нас в первую очередь будут интересовать волшебные сказки. И все, что с ними как-то связано. И здесь, честно говоря, нас ожидают на этом теперь множество удивительных открытий. Я, собственно, когда этой темой начал заниматься, я тоже испытал огромный даже шок какой-то, да, когда познакомился с тем материалом, который наработан в советские годы отечественной этнографической, фольклористической наукой. Вот. Там содержится очень много странных находок, неожиданных совершенной интерпретаций и прочее-прочее. Ну, почему? Попробуем начать этот путь. Итак. Мы сразу, как нужно, договориться, мы вступаем на территорию чудесного, живущего по своим совершенно особенным законам. И вот это чудесное, оно прорастает в историю нашу, и не только нашу, а просто даже историю, в архаику, погружается своими корнями. И тут каждый элемент несет очень важную информацию, поэтому к каждому элементу нужно относиться очень серьезно. Наиболее серьезным противодителем по сказкам, как я полагаю, да, служат фундаментальные исследования Владимира Яковлевича Проппа, нашего отечественного фольклориста, филолога, который написал такие вот знаковые работы, как «Морфология волшебной сказки», «Исторические корни волшебных сказок». И, в общем, первый, наверное, такой стратегический вывод, который можно сделать, совершенно удивительный вывод, который мы, так сказать, находим, когда обращаемся, вот к рассмотрению этого феномена, да, то, что оказывается, все сказки в мире, я еще раз говорю, традиционные сказки, народные сказки, волшебные сказки, они построены, как бы, по одному принципу. То есть, на самом деле, суть – это одна сказка, где повторяются определенные элементы, да, А, Б, С, Д, Е и так далее. Есть некоторые элементы, есть герои сказки и прочее, прочее. Они все взаимозаменяются, герои, но последовательность действий остается неизменной. В некоторых разновидностях сказки некоторые элементы удаляются, но, тем не менее, как бы, последовательность действий остается неизменной. То есть, как персонаж испытывает, ну, некую трату, да, там, происходит похищение царева, например. Дальше происходят определенные действия, да, герой отправляется за ней, да. И дело в том, что все имеющиеся на данный момент традиционные волшебные сказки, они представляют на самом деле собой одну сказку в итоге. Вот, то есть, другой вопрос, что варианты этой сказки модифицируются, то есть то или иное действие может быть выключаться из этого, да, то есть элементы С и Д могут уходить из этого, но, тем не менее, общая последовательность функции, да, она сохраняется. То есть, речь идет о том, что мы имеем дело с одной сказкой. И это касается не только рук этой сказки, а это вообще касается волшебной сказки, вообще, как явления. Вот это удивительнейшее совершенно явление, которое открыл наш филолог Вамика Ильич Проб, и с ним согласились, между прочим, многие межнародные специалисты признаны. Вот, другой вопрос, как это интерпретировать. Единственный феномен, который похож, ну, как бы соответствует какой-то мере этому явлению, это является феномен шаманизм. То есть, речь идет о том, что, вот, например, шаманы в разных совершенно культурах, австралийские шаманы, я не знаю, канадские и прочие, японские шаманы и прочие, они переживают одни и те же, испытывают одни и те же переживания во время их ритуальных инициаций. То есть, надо понимать, что ритуальные инициации, это не просто инициации, вернее, не просто ритуалы, скажем так, а это то, что они переживают в реальном времени, да, когда, например, чтобы получить шаманский дух, шаманов духи расчленяют, да, там, его терзают, растерзывают, а потом его собирают обратно воедино. Да, то есть, опять-таки, отсылка греческой и дельно-египетской мифологии, когда его, там, божества подтверждаются растерзанию, потом их обратно собирают, собственно. Вот, так вот, вот эти переживания шаманские, они в разных частях света, вот этими адептами шаманизмом, они переживаются одинаково. Вот тот же Проб об этом упоминает, да, говоря о том, что феномен сказки сравнится с феноменом шаманизма. Почему? Потому что шаманы в разных частях света, совершенно, там, разнесенные с тысячами километров, могут стыдовать подзнаковые ощущения, и это все передается в некий одинаковый термин. То же самое мы имели делать с русской волшебной сказки, да, и не только с русской волшебной сказки, а с волшебной сказкой вообще, с феноменом, да. То есть, структура внутренней структуры сказки, она остается неизменной. Именно в традиционную народную структуру. Вот, то есть, речь идет о том, что народные слои ее поддерживали, эту структуру, каким-то образом передавали на продвижение в новых тысячах. И вот эта структура этой сказки, она неизменно передается как в России, как в Германии и в прочих других странах, скажем так. Вот это удивительнейший феномен, это первое, на чем можно остановиться, собственно. Ну, потом, наверное, стоит обратиться к какому феномену, как феномену, вот мы в прошлую программу говорили о культе святого Белоргия, да, и его архаических кармин. Так вот, собственно, неотъемленной чертой русских волшебных сказок является феномен драконоборчества тоже, да, когда герой сталкивается Иваном. Ура, то же самое, да, он сталкивается с драконом, с чудовищем, и он каким-то образом его взаимодействует, пытается его уничтожить, соответственно, и захватит то саховище, которое вот этого чудовища охраняет. Ну, в данном случае, или сокровище, или царь, который украл, украл этот дракон. Змей, да, поближе чуть-чуть к микрофону сиди, пожалуйста, присядь, а то пропадает звук. Да, да, вот. То есть речь идет о неком антагонизме, да, феноменитальном. На самом деле, наиболее архаические слои волшебной сказки, вот о чем переходим к архаике, они сохраняют представление о том, что змей носит неотрицательную положительную природу. То есть, о чем идет речь, собственно. Речь идет о том, что, первое, сказка сохраняет память о том, что сам герой, он имеет свое происхождение от самого змея. То есть, первый мотив этот завуалированного звучит так, что никто иной, кроме вот героя сказки, не может победить это конкретное чудовище. И этот вот змей Горыныч, он знает, собственно, о том, кто его должен убить. Тот же самый проб, анализируя слои сказки, да, уровни архаизации, он обнаруживает, он выходит на тот уровень, что глубинный, что в первой сказке, собственно, почему змей знает того, о чьей руке он должен пасть. Дело в том, что герой сказки происходит от самого змея, от его сына. Ну, в славянских странах этот эпизод звучит так, что змей насилует женщину, от нее происходит ребенок, да, от их союза, ну, или не союза, у насильного союза, да, происходит ребенок, который впоследствии убивает змей. То есть, здесь идет речь именно об этом, что герой, сам герой, несет часть, как бы, такой вот генетической информации самого этого чудовища. То есть, это вот первый уровень. Вот, но если мы спустимся глубже, то есть, если мы уж сегодня у нас такой вечер, мы говорим про архаику, в архаических вещах, то, на самом деле, как я и говорил в прошлой программе, посвященной культуре святого Георгия, наиболее архаические слои, миссологические представления содержат представление о змее не как о пандагонисте, которого нужно уничтожить, а змее как опадать в неких благ. То есть, до сих пор, в принципе, это сохранено сейчас в архаических культурах, там, там, Австралия оборудована, впрочем, впрочем. Это наиболее древние слои, то есть, змей, как податель благ. Впоследствии, символизм змея трансформируется, да, он становится супротивником, то, что принято полагать, ну, традиционный персонаж русских волшебных сказок, тревоговый змей Горыныч, да, хотя там имеются некоторые исключения, когда змей входит, может входить, там, змей Горыныч, там, некие союзные отношения с героем, те или иные, но, как правило, он все равно потом из этих отношений выламывается, и все равно он плохой, у него отрицательная коннотация, скажем так, вот. Но на самом деле, первичный, наиболее глубокий образ, это змей как податель блага. Чем это подтверждается? Это подтверждается архаическими представлениями, те же, там, в частности, австралийских бригеров и прочие-прочие, инициациями, те же скандинавские предания о благом змее, там, да, то есть, змей является подателем неких сверхъестественных качеств, сверхъестественных благ, которые человек через него получает. В частности, это касается культуры, да, буквально речь идет о том, что, там, змей разверся, герой входит в него внутрь, он там получает пшеницу, он там находит огонь, он там находит основные начатки цивилизации, после чего он выносит эту измену и приносит другим людям. Вот это наиболее архаический сюжет. В последствии, с течением времени, этот сюжет видоизменяется. Вот эти благие начатки, вот эти вот благие, как бы, плоды, они замечаются тем, они замечаются сокровищем, которое, собственно, змея храняет. Да, вот это вот знаменитое волшебное сокровище, которое ищет герой сказки, он убивает змея и обретает его. На самом деле, первоначальный элемент, первоначальный мотив состоит в том, что это сокровище является частью змея. Герой находит его внутри змеи. Более того, архаические элементы русской волшебной сказки содержат представление, что сокровищем змеи является кровь, сама кровь, ведущая пожилым героем. Да, причем, собственно, это представление находит подтверждение, опять-таки, в различных архаических представлениях традиционных обществ, как бы, опять-таки, опять-таки, и Австралию, и Канаду, неважно, то есть автохтонное население. Там есть зафиксировано представление о том, что, опять-таки, связанное с шаманизмом, о том, что змеи являются подателем неких особых сверхъестественных качеств. И в наиболее архаических слоях той же самой русской волшебной сказки змеи, он их добровольно передает герою. То есть тот момент насилия, как такового, отсутствует. Есть момент некого сотрудничества, некой коммуникации, да, когда даже инициации. То есть змеи инициируют героя. Он ему передает некие качества сверхъестественные. В шаманизме, кстати, то же самое мы обнаруживаем, тот же самый феномен. Причем я подчеркну еще, что мы имеем дело с этим феноменом совершенно в разных частях света. Просто в данном случае русская волшебная сказка является определенным эталоном, потому что сохранились этнографические записи, этнографические зафиксированные, изводы определенные, да, именно традиционные сказки, которые позволяют вычленять уже такие элементы, которые мы сейчас, собственно, и говорим, подговариваем в настоящий момент. Поэтому вот этому эпизоду с драконаборчеством героя ему предшествует более архаический элемент, который говорит о сотрудничестве героя со змеей. Это говорит о глубочайшей древности волшебной сказки. Ну, тут можно сказать, что сказками, кстати, занимались в немецком институте Анна Нербо, наследили предков с известным. Вот, пытались реконструировать истоки, источники этих сказок. Такой один из известных сотрудников этого института, вот тут он пытался связать происхождение сказок как таковых с мегалитической цивилизацией. А что такое мегалитическая цивилизация, это я вам сейчас объясню. Это дело в том, что феномен мегалитов, мегалитических построек, как известен современным ученым, в общем, и, ну, сейчас про это очень много говорят, и прочее-прочее обсуждать, как все это строилось, и прочее. Дело в том, что мегалиты распространены, как правило, по побережьям континентов, вот, и есть такое предположение, что мегалиты были поставлены, построены некой высокоразвитой относительной цивилизацией, как маркеры определенной культур-трейгерской деятельности. То есть люди плавали, ну, например, условно, у них была задача по поиску драгоценных металлов, да, или драгоценных каких-то рук, камней и прочее-прочее. То есть драгоценных поленок и сокопаемых. Они совершали некую миссию, в ходе которой, который даже просто соответствовал некой культур-трейгерской миссии. То есть в процессе этих путешествий они входили в контакт с эборигенами и делились некой информацией, да. Вот Отто Худ, один из сотрудников ФННР, как раз предполагал, что, собственно, происхождение, вот, даже не просто происхождение, а вот это вот единство волшебных сказок во всем мире, такое единое, такая внутренняя структура, она как раз связана с тем, что с этим феноменом культур-трейгерской миссии этой цивилизации, ну, в частности, под такой цивилизацией, которая занимается, да, вопрос, насколько это достоверно, он остается до сих пор, в общем-то, открытым, но, тем не менее, то, что мы говорим о том, что, как бы, структура в особенностях сказки сохраняет свою неизменность в разных странах, это не только славянские сказки, но и вообще, это определенный совершенно факт, вот. Возвращаясь, как бы, к архаическому, вот, изводам, к архаическому корням, то есть, вот, этот образ чудовища, как подать тебе благ, да, образ чудовища, как, ну, некоего культур-трейгера. Самое удивительное, что мы находим его даже в Африке. То есть, взять, например, историю знаменитых, там, например, тех же самых Дагонов. Дагоны – это племя такое в Мали, очень маленькое племя. Они стали известны благодаря тому, что французские исследователи, этнографы, которые работали с ними, антропологи, они выявили некоторые свои, некоторые внутренние мифологии, внутренние мифологические информации, в которых рассказывалось, передавались не объяснены совершенно сведения, в точку зрения примитивного племени, аборигенного, да, о системе, о системе звезды Сирии. Да, там, например, речь идет о том, что Дагоны знали некие астрономические параметры, которые стали известны только, собственно, современным ученым. И вот как раз в мифологии Дагонов, опять-таки, речь идет о том, что сведения эти были переданы такими вот земноводными существами, змееподобными, можно сказать, но, которые, как раз-таки, пришли из этой системы Сирии. Правда, это вот такая вот частная деталь, собственно, но змеи, возвращаясь к этому образу, змеи-податель блага является, ну, такой своеобразной константой архаической традиции, да, и следы вот этой константы, собственно, обнаруживаются в руки волшебных сказок. И у американцев тоже надо отметить, там же тоже они карлата. Я и говорю, что, естественно, ну, американский кицеркуатль, пернатый змей, это уже поздняя мифология. То есть здесь это уже, как бы, это немножко, как бы, это можно скорее, как бы, соотнести даже не с архаикой, а с какими-то историческими коллизиями, да, например, ну, вот есть такая гипотеза известная, ну, сплавали комплиеры, условно, в Америку, да, открыли ее до Холома. Ну, то, что сведения о другом континенте существовали, ну, в общем, сейчас уже не представляется какой-то такой тайны, и, скорее всего, действительно, информация о том, что другой континент существовал, была. Ну, опять-таки, вспомним знаменитые карты Перерейса, Синтрастили и прочее-прочее. Опять-таки, там же и часть Америки фигурирует, так что... Кицеркуатль — это уже поздний взвод, скажем так, этой схемы. Мы говорим о еще более архаических вещах, да, потому что шаманизм гораздо более архаическая вещь. Вот, опять-таки, наши родные якутские шаманы, да, и американские шаманы, они же греют одинаково совершенно. Там одинаковые инициации. Вот схемы инициации. Под инициациями я понимаю посвящение, но не посвящение человеческое, да, вот как там привыкли нам показывают. Вот, мы тебя посвящаем дуть. Нет, шаманы посвящают духи. Эта процедура очень крайне болезненна. То есть, шаман переживает момент, значит, когда его буквально расчленяют на части. Поэтому его обратно, как бы, склеивают, уводят внутрь некие инородные предметы, после чего, собственно, он становится шаманом. Между прочим, вот эти образы, они имеют совершенно четкие параллели в современном НЛО-фольклоре, когда вот людей, например, похищает тарелка. Это, кстати, психологи уже реконструировали эти ситуации с помощью гипноза, да, когда людей там истязали, прочее-прочее, внутрь вводили им некий имплант. Вот, схема одна и та же, на самом деле. Вот, то же самое есть у шаманов очень похоже. Опять, очень интересный образ, да, во время шаманских инициаций, значит, внутренне афида вводится, как бы, некий кристалл, который является средоточием некого сверхзнания, после чего, собственно, адеп становится шаманом. Да? Вот. Так вот, дело в том, что этот кристалл первоначально находится внутри змея. То есть, вот этот кристалл, он впоследствии, который находится внутри змея, который символизирует знание этого змея, которое передается человеку, да, он впоследствии в кристалл превращается уже, собственно, в те драгоценности формальные, за которыми наш герой-начеально находится, который якобы объедет змея. Да? То есть, мы видим, что, на самом деле, с какими-то саперными лопатками, то вот за этими, такими, вот, совершенно такими приземленными образами сокровища, прочее-прочее, обнаруживаются вдруг очень глубинные вещи, которые связаны с посвятительными вещами, да, с контактом с миром духа. То есть, речь идет, возможно, о том, что сказка, скорее всего, связана с какими-то очень серьезными шаманскими посвящениями, которые, в общем-то, опять-таки, чем это подтверждается? С тем, что феномен сказки однороден для всего мира, то есть, вот эта структура, да, сказки воспроизводится, и, с другой стороны, воспроизводится очень четко структура шаманских инициаций, да? Непонятно почему. То есть, эти же шаманы, которые в разных частях света, они же не общаются, тем не менее, структура инициации одинаковая. Ну, и опять-таки, структура похищений, некоторое похищение его, оно напоминает вот эти вот самые инициации, скажем так. Здесь я вполне рекомендую нашим слушателям познакомить с такой книгой. Она была переведена на русский язык. Интересная книга, психологическое исследование Кенна Тринга, проект Омега. Вот, о чем она рассказывает, так как в том, что на Западе, в Штатах было проведено масштабное исследование, когда людей поддержали обратному гипнозу, регрессивному гипнозу. Надо научать какие-то проблемы, по жизни появляются. Потом он обращается к психологу, и его подвергают гипнозу, чтобы понять, откуда эти проблемы идут. И в массовых количествах начало выясняться то, что люди в детстве, оттуда все это идет, что люди в детстве наблюдали и не сталкивались с чем-то очень необычным. То есть, там, с какими-то халиковыми существами. Да, вот персонажами сказок буквально. Понимаете? И вот это впоследствии ну, отжило определенный отпечаток в всю жизнь. Поэтому феномен сказки очень тесно, как это не парадоксально, пересекается с шаманизмом, с феноменом шаманизма, с феноменом НЛО, и с феноменом, ну, скажем так, современной психопатологии. К тому, что очень многие комплексы и какие-то вот такие вот перверзии, они связаны с тем, что вот эти воспоминания с определенным образом соопакованы, не раззипованы, как выяснили вот эти вот американские исследователи, да, и, собственно, когда происходит раззиповка, да, раз архивирование этого файла, то тогда некоторые проблемы начинают сниматься, но при этом происходит разформация человека, с которым мы, скорее всего, столкнулись отчасти в шаманизмской традиции, да, то есть человек начинает меняться психофизиологией, то есть о чем мы говорим, о том, что сказка не просто уходит по корням в прошлое, да, что это очень интересный феномен, а дело в том, что сказка уходит корням с вами в прошлое и в будущее, и что сказка происходит с каждым из нас в каждый момент времени, то есть вот сейчас с кем-то происходит вот эти вот сказочные трансформации, ведь если мы вспомним, да, вот литературно, это не традиционная сказка, на самом деле, сказка Ершова, да, как в горбунке, там вот эта вот процедура вываривания в котлах, там вот эта вот, это же типичный алхимический сюжет, это типичный шаманский сюжет, да, когда человек происходит через, проходит через определенные трансформации, естественно, там Ершов, он это все, ну, определенным образом обработан, но в традиционной народной сказке мы не имеем дело с такими же с аналогичными сюжетами, да, и когда героя сначала разрубают на части, да, поэтому мертвую воду испрыскивают, потом живую воду, и потом срастают, это по-новому, да, и герой предоставит перед нами живым. Что это такое? Типичная это схем, одна из схем шаманской инициации, да, то есть речь идет о том, что сказка в своем мадре сохраняет некое древнейшее и актуальное знание, о неких процессах связано с окружающей нас реальностью. При этом нужно понимать, что тоже, например, Иван Дурак, да, те же персонажи традиционной рудки и волшебной сказки имеют бы герои. Они же нам транслируют пример всеобщего поведения. Ну, там, Емеля, да, лежит на печи. Если бы все лежали на печи, понимаете, весь социум бы загнулся, разумеется. Более того, там, герой по мере прохождения всяких сказочных препятствий, он же что делает? Он нарушает запреты, на самом деле, традиционные, которые в традиции сохраняются. Вот, человек идет по дороге, ну, там, старичок какой-то, да, а куда ты идешь, а что ты там приходил, что ты ищешь? Да, вопрос. С точки зрения традиционной никогда нельзя отвечать, куда ты идешь и что ты делаешь, да? То есть, вот, стоит огласить любые свои планы и планы не сбудутся. Это вот традиционно. А вместо этого герои сказки приступают за то есть, он демонстрирует некую линию модель антиповедения. Но, что это за модель? Это модель антиповедения по отношению ко всему флоте. Но, для неких особых лиц, да, выделенных персон, там, каким является герой, собственно, эта модель является единственной реальностью, да, которая приводит его в итоге к реализации, что значит, реальность, да, то есть, к реализации, то есть, он становится тем, кем он должен стать, да, то есть, в принципе, на самом деле, в данном случае, волшебная сказка демонстрирует некий, некую модель поведения с точки зрения социального, антисоциального, да, асоциального, но, скажем, пригодна для, не просто пригодна, единственная верная наверное, для реализации той же самой, шаманской программы, то есть, для актуализации определенного комплекса особых качеств, в этом персональном иване-дураке, который приводит к тому, что он выполняет свою миссию в рамках социума, да, но при этом он следует не совсем социальными нормами, не так говоря, опять-таки, склонны, того же самого имели-дураку, на печи лежит, управляет печью, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, в рамках социума, традиционного, подчеркну социума, совершенно четко таким образом легитимизируется некая, некая модель поведения, которая не вписывается и даже иногда противоречит общей модели, да, для чего это делается? Дело в том, что всякий социум, если он ограничен жесткими правилами, он подвергает, он стагнирует, скажем так, и чтобы происходила определенная циркуляция правильных энергий, для свободных энергий, вот, существует вот этот вот шаман или герой, который может выйти за периферию социума, соприкоснуться с этими опасными энергиями, привнести их и обновить этими энергиями социума. Но свободный, не контролируемый выход этих энергий, чреват разрушения. поэтому для такой медиации, для посредничества выбирается совершенно определенный человек. герой условно или шаман. В общем, интересно, сейчас мы подчеркнем, скажем так, принципиальное отличие волшебной сказки, то же самое рудка, славянская и не только славянская, вообще с мифологической. В чем разница? очень интересный момент. Дело в том, что в сказке не объясняется кто хороший, кто плохой. Здесь фигурю Баба-Яга, Змей-Гарынич, но там гораздо меньше пропорций расставлены акценты, акцентуации на то, что, например, есть хорошие боги, есть плохие боги, и прочее, как в мифологии. Мифология объясняет, как устроен мир, кто хороший, кто плохие, и так далее. В сказке этого нет. В сказке герой идет и пытается понять, как взаимодействовать, за какой рычаг нужно взяться, чтобы получить тот. Да? В общем дело. То есть сказка это совершенно иная схема, это не идеологическая схема. В сказке заложены некие императивы, которые восходят ну какой-то очень серьезной функциональности, связаны возможно ну с неким особым пониманием окружающей нас реальности, да? То, что есть схема действий, предназначенные для всех, а есть некие узкие коридоры, предназначенные условно, ну не то, что для избрана, мы не будем так говорить, но для неких персон, для неких медиаторов, посредников. каковыми собственно между прочим являются и шаманы и герои, потому что они взаимодействуют с тем и с этим миром. То есть основная задача шамана это решать проблему между, ну какие-то затыки некие между тем и этим миром, да? Он является коррелятором определенных. Он коррелирует, он решает проблему, да? так что вот волшебная сказка транслирует именно эти смыслы, именно похожи на то, что именно эти поведенческие модели, скажем так, транслируют, они их цикровизуют в рамках собственных, да? Потому что представьте, каким образом могли сохраняться, каким образом смогла сохраниться волшебная сказка на совершенно низовом народном уровне на протяжении многих тысячелетов, да? То есть, это очень серьезный фенометр. Поэтому, ну, можно, что еще выделить в этой связи? Можно выделить, конечно, разумеется, еще мотив крови, да? То есть, опять-таки, происхождение героя от чудовища. То есть, только происходящее чудовище может быть чудовище. О чем мы говорим? О том, что речь идет, возможно, вполне вероятно, о том, что вот-вот той самой архаической передачи сверхъестественных качеств, при инициации. Кстати, мы можем вспомнить, опять, что до сих пор по-моему, во всяком случае, при жизни пропа это точно было в 40-е годы прошлого века. сейчас я не знаю, осталось ли в той же Австралии, в Африке и прочее. Вот эти инициации архаические, которые производились с помощью определенных постройок, изображающих изменений, когда человек, который проходит инициацию, он должен проползти сквозь эту постройку. Ну и там испытать определенные перипетии, может быть, избиения, унижения, прочее-прочее. Интересно, что вот эти постройки, имеют удивительный аналог европейской традиции, храмовой даже, я бы сказал, традиции, это вот так называемые норвежские ставкирки. Это храмы средневековые, их было очень много, там десятки тысяч, по-моему, насчитывались. Ну, те, кто интересуется, могут сходить в Википедию и почитать. Ну вот, сейчас остались в принципе единицы. Откуда этот стиль пришел, неизвестно. Но самое интересное, что вот эти ставкирки, церкви такие, христианские, подчеркиваю, их внешний облик напоминает драконов. То есть, вот эта вот чешуя на крышах, да, то есть, и изображение голов ящеров, они совершенно четко оперируют как бы к чудовищу. То есть, храм чудовища, чудовищный храм. Да? Кстати, между прочим, те же самые чешуяобразные купола мы встречаем и в нашей православной церковной архитектуре. То есть, судя по всему, речь идет о некой очень гейной традиции. Вот. То есть, речь идет о том, что некий храм, скажем так, образ храма, он связывался с чудовищем. как бы, на первый взгляд, очень странной аналогии. Тем не менее, мы должны вспомнить, что чудовище, опять-таки, да, вот архаический образ, он связывался, чудовище воспринималось как податель знаний, как источник знаний. Ну, в этом смысле, опять-таки, можно вспомнить славянские инициации посвящения, которые существуют по сию пору. В общем-то, об этом, это не какой-то там аккультизм и выдумки. Об этом наши этнографы пишут тоже. Та же самая неонилоклиничная, она писала и пишет о посвящении знающие люди. Так называемые, когда в окно посвящение в кулдуми. Да, но кулдуми такой примитивный достаточный термин, имеющий негативные окраску. А здесь именно скорее речь идет более о знающих. Это аналог к этим шаманским посвящениям. И там как раз речь идет о том, что появляются во время инициации, во время посвящения вот эти чудовища, правильное поведение по отношению к которым обеспечивает потом их союзнические отношения с посвящаемым. То есть они становятся его союзниками. В принципе, в православной традиции и сихарской и не только и сихарской, а вообще в православной традиции славянской есть аналоги этого. То есть есть знаменитые святые, очень много, которые в силу своих молитвенных подвигов обладевали бесами и управляли бесами. Вот здесь мы опять возвращаемся к тому же самому. Змей, пропадатель, знамя. Но только в этой традиции скажем так бес в районе змеи называется бес. Это такое довольно смелое впущение. Тем не менее в этих инициациях, если мы обратимся к записям этнографов, в них фигурируют вот эти странные существа, которые приходят во время инициации именно в форме животных. В части форме змеи. мы говорим о том, что вот эти вот существа каким-то образом являются посредниками между нашей реальностью и более тонкими уровнями реальностью. Медиатором становится последствия вот этого самого посвящения. И вот именно русская волшебная сказка сохраняет память о неких вот этих этапах этой инициации этого посвящения. Так что, ну, что можно еще сказать по этому вопросу? В некотором смысле сокровища, которые охраняют дмень, как я уже говорил, собственно, являются ну, такой уж совсем вербализованным, вербализованным, визуализированным таким вербализованным способом уж совсем инверсии вот этого представления о том, что настоящее сокровище является сверхъестественные качества, которые сохраняют себе змея. Впоследствии это представление меняется о том, что эти качества сохраняются в крови змея. потом следующий этап это то, что внутри змеи находится некий кристалл, шаманские представления, которые символизируют эти сверхъестественные качества и которые герою надлежит достать и каким-то образом взаимодействовать с этим кристаллом или полизатели втирание поместить внутри себя, чтобы получить эти качества. и следующий этап когда вот эти качества отделяются от змеи в виде форм некого сокровища, которое он охраняет и к которому герой приходит убивает и нашего змея и как бы сохранится обладатель этого сокровища. То есть это уже некая такая поэтапная инверсия вот этого древнейшего архаического образа собственно. Да, но здесь наверное уже можно сделать небольшой пирож. Интересно так рассказываю, что заслушался честно говоря тех, кто их умозаключения достаточно заслужил. Ну все равно ты же говоришь, я же не знаю кто ты взял. Я резюмирую просто, я резюмирую. Ну во всяком случае это интересно, во всяком случае заслуживает внимания, не знаю, резюмируешь ты или свои умозаключения выдаешь, все-таки писатель как-никак обязан. Да, творчество, творческий момент. Я просто хотел сказать, что это все имеет отношение к актуальной реальности, потому что все эти инициации в знающие люди они существуют до сих пор. Прошу прощения. То есть все эти инициации еще раз подчеркну, то что я вам сейчас говорю, вы можете просто забить в поисковике там неонелокреничные, знающие люди, да, и вам выпадет масса совершенно серьезных этнографических текстов на эту тему. это то, что оказывает влияние на окружающую вас с нами реальность, самую непосредственную. Это очень важно. Ну что ж, во второй части о чем мы поговорим, прежде чем я музыкальную паузу сделаю? Ну подумаем. Пока подумаем. Да, подумаем. Давайте. Потому что вопросы уже идут, ты можешь пока посмотреть, а потом я уже буду зачитывать. Хорошо, значит, переходим. Небольшая у нас будет пауза, и после этого продолжим вещание. Сколько у нас пауза? Ну, если нужно побольше, я поставлю побольше. Могу поставить четыре минуты, могу три, могу три. Да, все. Хорошо, четыре минуты. Спасибо. Четыре минуты. Ну что ж, тогда ставлю четыре минуты. Вот давно не слушали мы братьев Золотухиных и Квет Кумара, и, наверное, я думаю, это будет интересно. Итак, отдыхаем, наслаждаемся, и через четыре минуты жду всех опять к нашему столу. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народное Славянское Радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 2 марта 2017 года до четверг по одному из старинных первый день месяца пробуждения природы 7525 лет и третенек. Архаизм русских волшебных сказок такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор сказитель Алексей Камагорцев. Итак, Алексей, переходим к вопросам или что-то еще расскажешь? Можно еще конечно добавить такой момент небольшой то, что в русской волшебной сказке например мы находим следы самой что ни на есть алхимической герметической традиции герметической во-первых связь например иного царства иного царства в который попадает герой с золотом светлым золотом следуя волшебной сказке ее герой претерпевает некую волшебную трансформацию которая может быть соединена как раз с трансплутацией вот этих алхимической трансплутацией тут надо напомнить что итогом великого делания алхимического является получение философского камня способного превращать неблагородные металлы в золото естественно речь идет о неком символизме то есть нельзя ни в коем случае воспринимать это все буквально но дело в том что согласно пропу тому же нашему Владимиру Яковлевичу что все каким образом что-то связанное с ином царство в которое в тридевятом государстве в которое попадает герой оно принимает золотую окраску более того сам герой русской волшебной сказки часто оказывается тем самым потерянным царем о котором повествуют символы вот этой алхимии которая называется тем самым царским искусством то есть тут мы имеем дело уже с такими вещами очень серьезными и здесь имеет место ну такой фундаментальный символизм древнейший который может быть превосходит по своему времени даже эту самую древнеегипетскую цивилизацию да если мы вспомним опять-таки согласно некоторым представлением древнеегипетская цивилизация унаследовала свои знания вот фундаментальная цивилизация цивилизация легендарной атлантиды которая была описана в диалогах Платона Тимиквити вот более того возможно в русской волшебной сказке сохранился вектор который соединяет ее еще более древней гиперболейской цивилизации которая собственно пронизана тем же самым символизмом да ну давайте все-таки попробуем и к вопросам для начала да я думаю что в вопросах там как раз темы будут раскрываться более подробно давайте давайте попробуем да итак вопрос эфир от Олега из Иркутска здравия Алексей а вот недавно купил племянница сборник русских сказок варианте Льва Толстого а там почти в каждой сказке какой посыл такой посыл что младшего брата убивают старший и средний чтобы завладеть добытым им богатствами и невестой сестры старшие также творят козни младшей сестрицы но ведь это бред не могло быть такое во всяком случае в массовых случаев в массе случаев в славянском мире тех древних времен когда наши предки славились духовностью мудростью и сплоченностью особенно родственники и убийство близких строго пересекалось вот эти моменты портят целом благое произведение или благие произведения что думаешь про такие вот варианты наших сказок благодарю во первых сразу еще раз говорю мы же с вами говорим я сразу говорил в самом начале что мы говорим не о литературных переработках а мы говорим о народных сказках да то есть то что там автор вносит это уже его проблема как говорится вот как раз в русских народных сказках как раз если мы вспомним младший персонаж больной боги слабый мальчик спальчик например он является наиболее сильным он то как раз и одолевает своих старших конкурентов если мы вспомним ну а потом мне нужно сразу делать поправку на то что ну традиционную русскую сказку не нужно воспринимать как слепок с неких реальных отношений в семье да здесь некий герметический совершенно особый символизм да это рассказ у неких особых реалиях это шифровка своего рода понимаете адресованы определенному слою да внутри русского я не говорю про хиту некую внутреннюю я говорю про тех шаманов то есть это адресовано неким людям определенным да опять-таки вспомним русские сказки герой самый слабый младший персонаж физически ущербный и прочее прочее то же самое в шаманизме мы имеем то есть шаманские посвящения проходят кто там он заболевает да человек заболевает некой болезнью он уходит в тайгу и так далее то есть он подвергается нападениям духу после этого он собственно становится шаман то есть не нужно переносить некие социальные отношения на сказку да сказка говорит совершенно другому она рассказывает подругу абсолютно скажи пожалуйста вот ты сказал что есть переработанные сказки авторские или переработанные авторами а есть древние народные сказки вот вопрос такой где бы с этими народными нетронутыми народными сказками познакомиться этнографом я все есть все замечательно все есть есть прошу прощения заходите в интернет открывается там этнографические сборники именно АН надо искать Академия наук сборники фольклорные сборники да то есть все сейчас доступно абсолютно даже как бы можно книжку не покупать тексты есть в доступе но я рекомендую именно этнографические сборы то есть сборы ученых там по Уралу по Сибири и так далее то есть понятно надо пользоваться проверенными источниками хорошо вопрос эфир от Владимира Змытич Алексей очень интересная тема передачи благодарю вопрос у меня такой так все-таки по твоей оценке сказки содержат общий шаблон в который нагружаются разные детали как вещи в коробку или же сказки содержат некие неизменные абстрактные ядра которые отбрасывают детали спасибо ну сейчас закончу так ты перебил отбрасывая детали так сказки снаружи как на комок газеты наматывается шерстяная нитка в клубке я просто благодарен очень за этот вопрос он как бы это вот спасибо огромное дело в том что действительно человек уловил суть дело в том что в сказке сохраняется некое ядро сердцевина да герои сказки могут быть там сами персонажи да черт или там они это они могут быть привлечены из актуальной исторической действительности но они играют в сказке функциональную роль самое главное ядро ядро которое содержит смысл сказки персонажи роль не играет они вторичь роль антагониста может играть там старший брат черт еще какой-то персонаж я не знаю городовой постовой понимаете то есть это исторические такие вот наполставания самое главное что он выполняет функцию антагониста герой есть герой антагонист есть антагонист понимаете то есть это очень важный момент ядро сказки традиционной волшебной остается неизменным в этом ее как бы уникальность ядро послания волшебного остается неизменным вот в этом его ценность именно поэтому я рекомендую обращаться именно к традиционным волшебным сказкам которые записывают футголисты там задержится некое послание а вот интерпретация этого послания это уже дело другое да там например это ты хорошо сказал интерпретация то есть еще ожидается не просто рассказ о сказках а уже именно интерпретация есть ну абсолютно это послание отправленное понимаете отправлено некому получателю может быть вы получите может быть не вы понимаете потому что еще раз говорю ведь в сказках существует норматив собственно героя собственно этого антиповедения но если мы все сейчас будем этот норматив практиковать вы представляете что в социуме будет. А вот если некий адресат, который правильно воспримет это послание, он может правильно воспользоваться, и всему социуму будет благо. Это тайна, загадка, собственно. Именно этому адресату отправлено послание сказочное. Хорошо, идем дальше. Девушка под ником Солнце задает вопрос. Алексей Здравия, скажи, кто в сказках подразумевается под дураком? Это глупый и недалекий человек, или с помощью этого образа нам передают знания, связан ли образ дурака со скоморохами, шутами и сказителями, и почему он все-таки дурак? Благодарю. Ну, спасибо большое за вопрос. На самом деле хороший, очень правильный вопрос. Естественно, это все связано и со скоморохами, и со сказителями. Это же собственно те, кто и передавали, сохранили сказку, да? Это существовало определенные традиции и существуют, на самом деле, в этом мире. Передача фольклорной информации и так далее. То есть, ну, это, естественно, фольклорная информация, это для ученых фольклорная, для тех, кто ее передает, я думаю, что это совершенно по-иному как-то звучит. Вот. Дурак. Дурак, это не дурак, на самом деле. То есть, это некий, я бы даже не сказал, что это фрикстер. Это некое состояние сознания, которое в потенции содержит перевернутый, что еще дурак-антидурак. То есть, дурак оказывается в итоге в выигрышном положении. Он трансформируется в царя, собственно. Да? Здесь можно вспомнить символизм Карторо и прочее-прочее. То есть, когда нижнее положение переходит в высшее. Это не дурак. Это тот, кто мыслит по-иному. Да? Шаман. Тот, кто мыслит по-иному. Тот, кто открыт к некому новому опыту. Вот о чем идет речь. Вот это и есть дурак, как мне кажется. Хорошо. 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 Реплика в эфир от Эдгара из Москвы. Немало сказок прочитал, но с сокровищами мало встречал. В основном главный герой выручает или невесту, или матушку, или сестру в основном. К тому же по пути освобождает множество другого людо. И что? Вопрос в чем? Это реплика, которая нас может вести на какие-то мысли. Реплика. Ну, а невеста это то же самое сокровище. Ну, в общем-то да. Смотрите, что такое невеста. Невеста это потомство. То, о чем мы говорим, кровь. То есть, если мы говорим в оптике, которую я вам предлагаю, традиционной оптике, то, что сокровище это уже деградировавший образ того послания, изначально, которое передает змею. Да, если мы посмотрим на промежуточный вариант, это кровь. То есть, герой происходит от змеи. Кровь. Да? То есть, в данном случае невеста это же то же самое. Это потомство, это кровь. Да? В общем-то, главная ценность заключается в его крови, которое передается герою. Что такое царевна, невеста, которая удерживается змеем? Это некая потенция, которая потом актуализируется в детях. Это кровь. Тайны крови это самые великые тайны. Вспомните, как бы Михаила Афанасьевича Булгакова, да, мастера Маргариты, как причудливо расслываются колодки. Угу. Хорошо. Ещё одна реплика эфира от Тианы. Здравия, уважаемые ведущие. Поскольку вы сегодня задели предание не только славян, но и других народностей, у меня есть к вам вопрос, который я уже давно пытаюсь обдумать и понять. На Кавказе жених невесту должен похитить, причём тайно. Обычай такой. Похитил родным, где она находится. Если так, похитил в течение трёх часов, сообщил родным, вот правильно, где она находится, если осталась у похитителя и согласна, то играется свадьба многолюдная, где собираются весь род с обоих сторон. Свадьба трёхдневная и очень долгая. Тут я провожу аналогию с обычаями славян, ведь, по сути, человек в арге, заботящийся о благополучии своей новой семьи, а у предков наших, если она не в арге, а если не наладит контакт со стихией воды, своеобразный телефон для связи с ужином, вспомнить, святки выражили, то на воде и через воду. Так вот, может, вы можете дополнить меня и мои знания, систематизировать, в чём смысл того, что обязательно наших девок отправляли перед свадьбой или в реку, или в баню, и причём, желательно, одну без подруг. Заранее благодаря... Ну, вода, вода, вот опять-таки, да, смотрим с вами, символизм воды. Кто есть обитатель воды, главный обитатель воды, ну, во всяком случае, опять-таки, в славянской традиции, в архаической, это, собственно, змеи, ящер или дракон. Ну, дракон, это у китайцев, скорее, ближе, а у нас это змеи, ящер, яша, там, и так далее. Прошу прощения, то есть, опять-таки, здесь я могу отослать к Робакову, к работам, где нашего выдающегося академика, вот, который реконструировал культ вечера, и не просто культ вечера, культ жертвоприношения, в частности, человеческие, да, когда девушку, в том числе, приносили в жертву, да, это первый элемент, то есть, причем, одна из его интерпретаций, что, как раз, Божество Роб, который отождествлялся с первопредком, да, спрощенный, он символизировался, вот, он самым чудовищем, драконом, или змеем, ну, скорее, опять-таки, драконом, все-таки более китайском, скорее, таким змеем, или ящиком, правянской традицией, и в этом смысле, как бы, вот это вот, объединение, да, связи не с родом, да, символизирующее, символизирую я, моя, похищение, красавицы, вот, прослеживается, и грузку сказки, да, то есть, но там, в грузку сказки, герой, он сочетается, не совсем с этой красавицы, а вот с этим, подземным миром, то есть, он является медиатором, передатчиком определенных энергий в наш структурируемый Солнце, вот этих вот самых, не негативных, а определенных конических энергий, стонус, это подземное, земное, скажем так, да, то есть, для того, чтобы космос функционировал, да, необходима связь его с стонусом, с подземным структуруем, чаще всего, такого рода связи поддерживались, в некоторых случаях, благодаря жертвоприношениям человеческим, в том числе, утоплением, очень часто, это было распространено не только в славянской традиции, это было у немцев, это вообще было распространено, в принципе, и в Греции мы находим это, и прочее, прочее, то есть, вот ритуальное утопление, впоследствии, это трансформируется, да, когда мы говорили о культе святого Георгия, происхождении драконоборца, мы говорили о том, что, благодаря этому культу, вот этот вот ритуал трансформируется, и жертва исключается, как-то, да, человеческая, то есть, она замещается именно вот то, о чем говорила дама, которая задала вопрос по поводу вот этих вот брачных ритуалов, да, то есть, на самом деле, человеческая жертва устраняется, просто она, это символ некого союза, союз двух родов, да, а в исходном варианте это символ союза земного и небесного, то есть, вернее, даже не земного и небесного, а земного и подземного, хтонического, а вот хтоническое как раз олицепаряется тем самым чудовищем, которому делались определенные, буквально, да, иногда физические жертвоприношения, сейчас, денежь, вот, так что, как-то вот так. Понятно, понятно. Так, еще реплика в эфир от Владимира Змытича. Я человек необразованный, так сказать, совершенно дремучий, поэтому я, по сути своей, очень близок к великим предкам и не смогу доказать вам, что все сказки – это описание жизненного пути одного человека, одного человека, и что его ждет на пути, а вы ищите шаблоны, нет шаблона, есть один путь, все очень просто. Вот такая реплика. Замечательно он сказал. Нет шаблона, есть один путь, понимаете? Он сказал, то есть, то, что один путь – это и шаблон. Самый удивительный. Это волшебная сказка, действительно определенный шаблон. Или набор шаблона. Потому что шаблон и подразумевает путь. Понимаете, что такое шаблон? То есть, он удивительным образом в общем-то выразил несколько практикных мыслей. Что это определенно шаблон? Все верно сказал. Да, это абсолютно верно сказал. Просто немножко терминологически. Да. Допустим. Хорошо. Вопрос в эфир от Данила. Здравия со ведущим. Алексей, что вы можете рассказать о вашем видении образа единорога, в кавычках, в русских сказках и мифологии? Интересное примечание. Когда призывался на службу в армию, я и другие призывающие проходили различного рода психотесты, где одним из пунктов тестирования было нарисовать удивительно необычное животное как можно детальнее. Так вот, мне также довелось видеть результаты некоторых работ. Правда, мельком. Но все же из 6-8 тестов в данном пункте испытуемые дорисовали единорога, размышляя далее. Как говорится, случайность это? Не думаю. Благодарю за ответ. Ну, спасибо. Очень интересно. Во-первых, какие войска его так тестировали? Это был признателен за... По ловле единорогов. Ну, вот судя по всему, какие-то хитрые войска очень. Вот. Единорог вообще очень загадочное животное. Мне нравится это вот высказывание знаменитого исследователя мифологии, новой всяких аномалий, Жака Варля, французского, который, кстати, специалист по искусственному интеллекту, да, вот такое. Проявление металлогики определенной. Да. Единороги существуют? Нет. А у единорогов один рог? Да. Понимаете? То есть, то, что как бы не существует, на самом деле существует. Так вот, в славянской традиции единорог, он соотносится с так называемым подземным зверем индриком, который роет ходы под землей. Причем этот индрик, он противостоит собственно змею или дракону. То есть, это единорог индрик, подземный звер, он имеет положительную коннотацию. кстати, опять-таки, если вас интересует, забейте просто в поисковике, там, в Википедии и прочее, индрик. У вас масса информации выйдет. Я рекомендую, опять-таки, да, все-таки знакомиться именно с этнографической информацией, то есть, с академической, потому что там наиболее достоверные сведения по этому поводу. Еще раз говорю, очень интересный тест, я просто бы отдельно интересуюсь, какие войска это все тестировали. Конечно, вот, единорог, это символ, я считаю, что очень древний, и он имеет, опять-таки, ну, если мы сейчас начнем скатываться в такой психологизм, да, то он имеет, конечно, единорог. Это фаллическая окраска, один рог, фаллс, и так далее, мужской. это такое, такое олицетворение сверхмужественности. Вот. при этом, это удивительное сочетание с тем, что единорог, линдрик, он при этом наряду вот с этой гипертрофированной фуалистичностью, он еще как бы и символизирует чистоту особой, да, потому что единорога может смеувить как девственница. это вообще, в принципе, очень глубокий образ, да, и в славянской традиции он действительно отражен, как индрик-зверь, он преломился определенным образом, но, в отличие от европейской традиции, где там он представлен таким вот, скажем, лошадью с рогом, который представлен, да, в славянской традиции индрик, он ходит под земными путями, он движется под землей и здесь он составляет очень интересную оппозицию, пару такую, пару оппозицию и одновременно очень близкую, да, вот этому самому дракону, то есть он такой, знаете ли, положительный дракон, вот, так что за остальным рекомендую вот почитать все-таки такую графическую литературу, будет для себя много интересного отходить, спасибо. Итак, все-таки всех ты заинтриговал, куда же все-таки забирали Данила, да в какие войска, ну ладно. Ну просто, просто действительно интересно, представляете себе такой тест? Тест, да, серьезный тест. Ну что ж, ладно, реплика в эфир, кстати говоря, в шаманы посвящали, отправляли парня в лес, он должен был убить голыми руками священные животные, медведя или волка, и сделав определенный обряд, взять себе первый обережный дух, после разжечь костер с требованиями к хозяевам леса и провести ночь в лесу, вот тут это выход на какую стихию? Ведь каждое посвящение это определенный выход на одну из стихий. Вот, тут мы сейчас с вами немножко контекст из-за низи. Дело в том, что надо разводить разные посвящения. То есть, есть посвящения возрастные, есть посвящения, которые производились, ну просто, вот достигает человек определенного возраста, да, его происходит посвящение. То есть, там, понятно, то есть, человек достигает совершеннолетия, ну, в разных культурах этот возраст, он по-разному определялся, соответственно, вот, но все происходили через это посвящение. Шаманское посвящение или посвящение героя волшебной сказки и другое посвящение, понимаете? Потому что тот же шаман, например, или, как я глубоко уверен, герой волшебной сказки, он опять-таки, как я вам подчеркиваю, он демонстрирует модель некого антиповедения, ну, нового поведения, нежели принято во всем собственном, да? То есть, в социуме было несколько элементов, несколько элементов моделей посвящения. Было посвящение, связанное, например, с переходом в брачный возраст у девушек, было женское посвящение, конечно, были, да? Было посвящение у юношей, с совершеннолетием, тем же самым, было, абсолютно точно было, но были, например, кузнечные посвящения, кузнецы, то есть, узкоспециальные, были профильные, профессиональные посвящения, понимаете? И тут их путать нельзя. Были посвящения в знающие люди, да? Когда там, ну, условно называемые грудные, хотя мне этот термин очень не нравится, потому что это уже такая краска негативная. Вот, то есть, было много, ну, не множество, а был набор, скажем, неких посвятительных, инициативических практик, рассчитанных на различные, скажем так, на различные уровни, да? То есть, нам нужны воины, вот были, вот, посвятительные практики для воинов, например, да? Определенные страны. Были там, кузнецы, это совершенно своя, там, да, тема. Да, это совершенно своя, там, социальная группа, это совершенно свои посвящения. Были те же скомороки, условно, были те же, я не знаю, там, сказочники, это различные линии посвящения, да? Ну, это вот как там, не знаю, ну, как профессиональные посвящения, действительно, вот так можно сказать. А были вот общесоциальные посвящения, связанные с переходом в определенный возраст. Это все. Причем, наверное, надо учитывать, что в разных местах варианты посвящения были тоже разные у разных народов, у разных родов, потому что если человек живет на севере, если человек живет на севере, то там, например, есть белый медведь, да, если человек живет где-нибудь... момент тотемов, животные и тотемы, У каждого рода есть свои тотемы, да, есть свои анти-тотемы, то есть тут есть своя специфика, да? То есть, когда, например, есть животные, с которыми ты должен вступить в схватку, перебороть его, есть животные, которые ты должен сделать своим союзником, скажем так, да? То есть тут это очень такая серьезная специфика, которая еще раз говорю, Я вас отсылаю вот тут уже к этнографии Это уже как бы надо изучать Вот туда Хорошо Реплика в эфир от Олега из Иркутска Алексей, вот ты говоришь, что не стоит Привязывать сказки к неким семейным отношениям Но ведь сказки-то рассказываем Детям, а чадо наше на основе Жизненных примеров и изложенных в сказках Формирует основу мировосприятия и мировоззрения И свое дальнейшее позиционирование И призначение в державе, в мире В целом благодарю Что можно ответить На этот вопрос такой Серьезный Есть сказки разные Опять-таки мы говорим о градации Внутри сказок То есть сказки есть моральные Когда вы читаете их детям Дети через это обучаются Определенным Нормам поведения Что есть плохо, что есть хорошо Есть сказки Которые связаны с тем, что Они считаются-то всем Ну это мое предположение Но воспринимают это не все Которые вот, например Демонстрируют этот мотив антиповедения Ну не антиповедения А другого некого поведения Они рассчитаны на инициацию тех Ну условно шаманов То есть не всех Все же шаманы быть не могут Правильно? То есть условно Сказки подразделяются На такие вот общедоступные Которые формируют Скажем так Сознание социума Детское сознание И которые как бы Легитимизируют Нахождение внутри социума Особых людей Да, вот этих ваннов-бурышков Да, там и прочее То есть Сказки вещь Немного функциональна То есть не нужно Сводить функцию сказки Только к тому Да, там, например Вот Значит мы Детям там Разъясняем Что есть хорошо Что есть плохо Это занижение контекста Понимаете? В сказках Транслируются Определенные смыслы И коды Которые взаимодействуют С подсознанием Да, ребенка Который в свою очередь Подключен к роду Еще без сознания То есть мы еще Не объяснили Что такое род Прочее, прочее У него еще Есть вот эта Прямая связь С этим Энергоинформационным Полем рода Да Еще как бы Вот Не замутненная Некими Объяснениями Разъяснениями И вот сказка Скорее всего С этим подсознанием С этими канонами Как-то образом Взаимодействовали Вот так Вот мы интересовались От Данила Какие Рода войск Да, там Тестировали Где единорогов Все рисовали Большинство Он написал От Данила Ответ Войска связи Спасибо, Даниле У меня вопрос Такой Правительственной связи Нет Это уже перебор Тут мы не будем Заходить Не будем Согласен Это тут уже Да, да, да Тестировали Тестировали Просто большое Спасибо, Даниле Кстати Сделал вывод Как шпион Я сделал вывод Где вас тут Тестироват Ладно Вопрос из Ютуба Вопрос из Ютуба От Егора Из Барнаула Алексей Чем объясняется Трансформация Ивана В сказке Про Кощея Это первый вопрос И второе А кто такой Кощей Интерпретируйте Пожалуйста Значит, смотрите Значит, опять-таки Говоря о Кощеи Чаще всего Я, опять-таки Я не буду сейчас Отсебеть, но пороть Да Я вам скажу Классическую интерпретацию Которую дают Наши фольклористы Они говорят Про то Что Кощей Чаще всего Является Воплощением Того же самого Змея Кощей бессмертный Хотя, вот Если вы спросите Лично меня Про мою интерпретацию Да, еще Подчеркнул Это моя Я спрошу Да, какая у тебя Интерпретация Давай Рассказывай Да, да, да Вот в том-то и дело Что мне кажется Что Кощей Это вещь Гораздо более Серьезная Да Чем просто змей Хотя змей Сам по себе Очень серьезен Нет такой Я не знаю Такой Более сложной Фигуры Чем змей Но Кощей Еще сложнее Потому что Кощей Это очень важный момент Он несет в себе Функции Как бы змея Но при этом Он содержит Еще кое-что Еще другое То есть Он еще содержит Другие Какие-то Коннотации Во-первых Кощей Как мы помним Антропоморфин Так То есть Он Напоминает Человеку Человеку Умершего Потому что Он иссохший Как правило Кощей Бессмертный То есть Он Избражен Таким То есть Это Сочетание Змей С чем-то Ну Если я Совсем Уже Пошел бы На такую Смелость Я бы Сказал Что Кощей Это Такой Рептилоид Что ли Ну Словно Это Совсем Занижение Контекста Нашего Это Интересно Я соглашусь С тобой Это Сочетание Человеческой Антропоморфности Измениных Признаков Вот И еще Я вам сейчас Просто убью Тем что Это Сочетание Признаков Андроида Такого Потому что Яйцо Вернее Смерть Где Яйца Правильно Смерть Яйцы Смерть Игла Правильно То есть Он управляется Как бы Дистанционно Это вообще Очень сложный Образ Очень сложный Образ Такой Могущественный Биоробот Который Может Превращаться В кого-то Ну Биологический Робот Который Можно В качестве Оправдания Два слова В качестве Просто Оправдания Про змеев Тот же Приводит Пример Который Никак Не интерпретирует Это Седьмой Год Исторические Корни Волшебной Сказки Собственно Он приводит Образ Австралийские Придания У братьев Близнецах Которые Попадают Внутри Змея Которых Змеи Переносит От острова К острова От Некой Внутри В чреве Переплывают Это Распространенный Сюжет И Пробого Приводят Причем Он Никак Не Прокомментировать Он Приводит Де Факто Он Говорит Они Попадают В его чрево Они Живые Переезжают Из точки А В точку Б Попадают В точку Б Они Уходят И Лысей Из них Попадают Волосы Почему Потому что Внутри Змея Был Очень Большой Жар Это Распространенный Сюжет У вас Вообще Не Узывайте Аналогии С Атомной Подводной Лодкой Прошу Прощения С реактором Со всеми Делами Без Комментариев Понимаете Что называется Вот эти Элементы Есть В чем Самое Что Есть Арха Вот Еще Там Несколько Вопросов Есть Я Хочу Тебя Немножечко Попытать Вот В чем Скажи Мне Пожалуйста Вот Эта Все Архаика Она Понятно Что Это Зашифровано В упрощенном Виде Для Того Кому Будут Даны Ключики Чтобы Понять На твой Взгляд Кто Ее Зашифровывал Для Нас Или Может быть Не для Нас Когда Она Появлялась С какой Целью Появлялась Вот эти Вот вопросы Которые Наверное Всех Слушатели Должны Так Или Иначе Начать Терзать Вот Это Вопрос Такой Знаете Кто Первый Курица Или Яйцо Из этой Серии Естественно Как бы Это Вопрос Терзает И Того Пропа Терзал Который Все Это Вскрыл Показал Я Еще Расскоре Настоятельно Рекомендую Почитать Те Самые Исторические Корни Молшебные Сказки Там Скорее Больше Вопрос Чем Ответ Но Человек Достаточно Пристально Изучил Материал И Это Заслуживает Уважения И Внимания Вот И В данном Случа Что я могу Сказать Что Корни Вот Опять-таки Согласно Пропу Уходят Вообще В глубокую Древность Понимаете Для меня Даже Нестолько Удивительно Кто Это Отправной Зменок Кто Это Придумал И так Далее А почему Это Все Сохранялось На протяжении Тысячелетий Причем В народной Среде Не то Что там Государство Как-то Поддерживало Спонсировало Книжки Выпускали Этого Не было Эта Структура Поддерживалась В народной Среде Автономно Понимаете Если Мы Там Например Посмотрим На Рабские Сказки Опять же Возьмем Тысячу Одну Ночь Которая Она Немножко Облитературена На самом Белет Список Народных Сказок На русские Волшебные Сказки Там Одна Интерна Штруктура Откуда Эта Штруктура Еще Раз Говорю Единственное Что могу Сейчас Привести Мнение Отто Хуто Из Немецкого ННР Что Это Истоком Является Прото Цивилизация Древнейшая Которая Ответственна За Возведение Мегалитических Построй Которые Имеют Место По Береговым Зонам Различных Континентов Ну это Что же Не ответ Знаете Это Загадка Ответов Тут Я честно Скажу Ответов Нет Так же Как Нет Ответов В том Вопросе А почему Шаманы Переживают Все До сих пор Они переживают Традиция Жила Это Не просто Искусственные Там Игры До сих пор Шаманы На Аляске Шаманы В Австралии Шаманы В Якутии Испытывают Определенные Одинаковые Переживания Во время Инициатических Посвящений Да Когда Духи Посвящали Да Таких расшлиния Телеметрия Как я уже Сказал И в сказке Используются Даже Вага Володарочные И прочее Я не знаю Что это такое Я могу Сказать Что это Только то Что скорее всего Он как Доктор Жак Валет Француз Который Занимался Исследованием Феномена Который Комна Комна Комне Не оставил Инициатические Инициатические Гипотезы Убил О том Что с нами Рядом Сосуществует Некий Феномен Который Продолжает Транслировать Определенные Смыслы Которые Улавливаются Определенным Сегментом Нашего Социума Не взирая На Все наши Извиняюсь Загаженность Вот этими Современными СМИ И прочее Что Существует Некий Транслятор Смысл Которые Рассчитаны Которые Действуют И по сию пору Которые Рассчитаны На Определенных Прецепиентов Которые Способны Воспринять Эти Смыслы И Руководствоваться Этими Смыслами Не просто Воспринятие Как Картинки А Руководствоваться Именно Для таких Определенных Действий Вот тут Адресатор Невозможно Как бы Так Определить То же самое Как бы Если Мы Обратимся Сейчас С вами В традиции Знающих Кто Серьезно Работал Все Говорят Про языческую Мифологию Очень Многие Туда Сюда Ребят У вас Есть Вот эти Знающие Инициации До сих пор Существуют Кто С ними Работал Только Этнограф Только Фритолог Правильно Потому что Опасно Потому что Это Реальные Люди С определенной Реальной Живой Традиции Которые Уходят Своими Корнями Черт Куда Прошу Прощение Это Как В известной Вселенной Лукьяненко Ночной Дозор Дневной Дозор Понимаете Там Немного Ночного Нет Дозоров Нет А существует Некая Реальная Традиция К ней Просто Приблизь Бояться Потому что Чреват Потому что И это Живой Существует Понятно Отсылают К этнографии Я Ничего Не Придумываю Понимаете Понятно Вот как Скал Черт Куда И стал Извиняться Здесь Ты не имел Ввиду Черт Ты имел Ввиду Скорее Всего Подсознательно Ту черту За которой Входа Многим Просто Нет Вот Именно А ее И нет Для Многих Только Для Избрана Поэтому Извиняться Здесь Нечего Хорошо Так Идем Дальше Еще тут у нас Реплики появились Реплика От Тианы Сказка Ложда Вне намек Добрым молодцам Урок Получается Просто нужно Каждую сказку Читать Между строк Каждую сказку Нужно просто читать Понимаете Если вы ее Как бы Это вот Как детонатор Определенный То есть Тот Кто Должен Получить Послание Он его получит То есть вы Понимаете Тот Кому не интересно Кто как бы Не читает сказки Он не получит Сообщение А тут Кто читает Он получит В любом случае Не нужно Не нужно Что-то нужно Или не нужно Нужно просто Про это знать Вот вы слушаете Вам интересно Значит вам Лечет это Интересно Понимаете Только вы понимаете Одну вещь Очень простую Что что вы думаете Что вы понимаете На самом деле Вы не понимаете Ну может быть В глубине своей Вы это понимаете Такая ироника Ну да Интересный поворот Словесной игры Я слышал еще Очень интересное выражение Сказка Ложь Да в ней намек Да Не добрым молодцам урок А кто познает Тем урок То есть не только Добрым молодцам Но и девицам тоже Кто познает Тем урок Ну абсолютно Там женские персонажи Очень интересные сказки Так дальше Реплика из ютуба От кузнеца Да про Кащеев Мнения расходятся Противоположно Кто их считает Нашими хранителями А кто-то Правителями серых Вот так вот Ну серые серые Вот опять эксплуатируют Тему Грея Да серых Ну опять таки Мы не знаем Это же элемент Мифологии Понимаете Это элемент Современной сказки Грея Да То есть Вот это вот Существо С большими головами И прочее Прочее Это элемент Новой сказки Мифология делает Круг И начинает Да У них были Кащей Теперь у нас там Серые Понимаете Теперь они похищают То есть Налицо Рождение Новой Мифологии Новой сказки Да То же самое Что Рептилоиды Это тоже самое Абсолютно Та же самая Сказка Но мне нравится Вот по отношению К рептилоидам Все таки Я больше Традиционалист И мне больше Нравится Наги То есть Вот С чего Собственно Были слеплены Эти самые Рептилоиды Да Индуистские Божества Если мы посмотрим Махабхару Там они Описаны Гораздо Более Выпукло Неоднозначно Более Рельефно Понимаете Не то что Вот эти Рептилоиды Злопные А как бы Ну там Помимо Нагов Древнедусских Мифологий Я просто Всех Отсылаю К традиционным Источникам В данном случае Учитим Отчасти Махабхарата Рамаяна Утгрей Понимаете Там же Грей Есть При Надлежащей Оптике Ну зачем Как бы Слизывать Вот то что Нам Современная Масса Культура Дает Обратите Если вы хотите Действительно Корни свои Узнать Ребят Вам никто Не мешает Обратитесь К традиционным Источникам Все переведено На русский Желательно С академическим Переводом С академическими Комментариями Махабхарата Рамаяна Понимаете Обращайтесь Туда И не только Там Алексей Такое Хочу Тебя Уточнить С одной Стороны С одной Стороны Мы сейчас Видим Некий Конфликт Между Академическим Мировоззрением На наше Прошлое И Современными Изыскателями То есть Сейчас Очень Много Ученых Начинает Говорить О том Что Та Академическая Наука Историческая Она Полностью Несостоятельна Где-то Там Много Что Подтасовано Где-то Что-то Не могут Объяснить И так И так Далее А Археологи Которые Отметают В сторонку Вернее Откладывают Своё Образование Вот То Полученное По Классике И Начинают Смотреть Немножко Пошире Они Обнаруживают Некие Более Глубинные Связи И находят Некоторые Объяснения В данном Случае Ты нас Отсылаешь К академическим Писаниям Или к тому Что академические Наши дяденьки В своё время Утвердили Вот не может Здесь в своё время Проявиться Тот же самый Феномен Который Сейчас В археологии Стал проявляться Да и не только В археологии В истории Тоже Что В своё время Нас отсылали К нормандской Теории Нас отсылали К тому Что Египет Шумер И так далее А сейчас Начинает всё Рушиться Сыпаться И так далее Вот не наступит ли Момент Когда ты Прежде скажешь Ребята А помните Я вас там Два года назад Отсылал К академическим Сказаниям Которые А сейчас Новое появилось И вот я рекомендую Теперь вот это А я сейчас Прокомментирую Очень серьезно Я вас Отсылаю Не к теории Не к Академическим Теориям Да Когда я говорю Про Пропа Я говорю Что он часто Сам руками разводил Я вас Отсылаю К академическим Материалам Вы собраны К тому же Фольклор Да Потому что Именно Академическим Материалам В смысле Материалам А не теориям И еще раз Чертую Свойства Определенная Частота И гарантия Качества То есть то Что ребята Дизитно Ходили там Походы Собирали Материал Фольклор И прочее Прочее Понимаете Данные Я вас Я вам не говорю О том Что Теория Пупкина И прочее Вот туда Я говорю Про то Что первичный Материал Собранный Учеными Он заслуживает Внимания Потому что На самом деле Другого материала У нас нет Если честно Вот Вот А другой вопрос Уже Это грань А другой вопрос Интерпретация Этого материала Я говорю Ребят Включайте Свою голову Но за материалом Туда Только туда бежать Потому что Самый элементарный Пример Прости господи Как говорится Дофига Про колдовство Какое-то Материал Про заговоры Там наговоры Самые адекватные Источники Академические Которые Ребята Ходят Извиняюсь По полям И собирают Это все дело Но в академическом формате Самые адекватные Источники Читайте Я понял Я понял Я сейчас Еще немножечко Уточню Это не то Что я там Пикова Пытаюсь просто Раскрыть тему Да Значит Я понимаю Известно Что победители Всегда пишут историю И есть Та Академическая Наука Которая В свое время Была Тоже создана Победителями Того Чего-то в древности Было Может быть Те же самые Древние Боли цивилизации Которые Мегалиты Так строили За несколько минут Те которые Мы не можем Годами построить Даже понять Как они устроены Вот Я к тому Что Не может ли Такой быть Не допускаешь ли Ты Чисто гипотетически О том Что материалы Прежде чем Лечь на полку В академические Вот эти вот Все Хранилища Они проходили Тоже некий Ценс И фильтрацию И то что Не устраивало Кого-то Из академической Науки В хранилище Доступное Нам не попало А находится Или Где-то В очень-очень Закрытом виде Или просто-напросто Было Отсеяно Уничтожено Вот это Очень важный вопрос Который нужно Про нам понять Я вопрос понял Я вопрос понял Да нет Первичный Вряд ли Материал Я могу сказать Что действительно Может касаться Этого материала Вот есть Например Упоминание О том Что Коллеги Говорили Что Рыбаков В свое время Упоминал Некий текст Перуницы Который Фигурировал В списках Совета Народных Комиссаров Или где-то Вот там И что Вот этот текст Упоминался Но до рыбаков До него не добрался Грубо говоря Что он был под грифом И ушел куда-то В это я охотно верю А в то Что первичный Фольклорный материал Как-то Прилюстрировался Это глупо скромно Я считаю Что это нет Я думаю Я думаю Что на это Как раз Рассчитывали Тип Фольклорный Запуск Ну это так Это хулиганс Такое На самом деле Ведь не Завод Фольклор Понимаете Это Нет Вот если Речь идет О религиозных Текстах Концептуальных Текстах Согласен Могли быть Некие тексты Которые Там Скрывались Вот еще раз Вспомню Первую Что это такое Вообще Неизвестно Я почему За этот вопрос Вот Ты употребил Слово Религия Да Здесь Вот буквально Не так давно Слышал сказку Пенежскую Сказку Пенежскую И нигде Я ее не нашел В изданном Виде Ее рассказывал Фольклорист Фольклорист Который Вот просто Рассказал Сказка о том Как поп нанимал Там работницу Ну Такая потешная Сказка На самом деле Там Ну Много чего Там Хи-хи Ха-ха Да Такое Но смысл Очень глубокий Этой сказки Не найти То есть Она Под запретом Находится Примерно Сейчас То же самое Происходит Вот известно Не знаю Встречал Ты не встречал Целая такая Поднималась Ну как сказать Волна О том Что запретить Сказку Пушкина Про попа Работника Балду Например Да Или Это да Да То есть Вот К тому Что Если вдруг По каким-то причинам Древнее сказание Не вписывалось В понятие Религиозной Концепции То оно Было быть отсеяно Не теми Кто уже Вот хранители Понятно Понятно Секундочку Я вас отсылаю К светским институтам К советским Более того Я же рекомендую Обращаться К советским Источникам Которые Церкви Тогда Отношений Вообще Никакого Не имеют Да и до сих пор Прошу прощения Но Да Действительно Там Сказка Пушкина Она может Как-то Пытаться Быть Проиллюстрирована Со стороны Как-то Притираем Со стороны Не очень далеких Представителей Прости Господи Церкви Нашей Ну Как говорится Семей небезуродов Ну везде Разные люди Да Ну понимаете Это глупость На самом деле Но В данном случае Говоря Возвращаясь К нашему Родному Фольклорному Материалу Основной Массив Этого Материала Был собран Советское Время То есть Во время Когда церковь Общение Коувления Не оказывала Понимаете Более того Когда Вы помните В прошлый раз С вами говорили Про образ Святого Георгия Победоносца Да Мы говорили О том Что Змееборчество Святого Георгия Было церквью Как бы Церковь Не очень скептически Относилась И Оно Даже Вопреки Церкви Функционировало Пусть Периферийных Храмов То есть Образ Святого Георгия Он Был В центральных Храмах Только Преподносился В качестве Воина В копье Все Змееборфского сюжета Не было Как такового Это уже Поздний Изводок Да А первоначально Церковь Это очень жестко Приллюстрировала Хотя при этом В каких-то Периферийных Храмах Там На местах Масса Это был Этот образ Святого Георгия Побивающего Дракона Был Чрезвычайно Популярнее То есть Традиция Все равно Лазейки Найдет Понимаете Просто в разное Время Нужно искать Разные лазейки Вот и все Что я хочу сказать Я тебя понял Последняя Реплика От меня Дальше Продолжим Я все допускаю Что ты говоришь И так же мыслю Единственное Что я понимаю Что Не в один день Проходила Фильтрация И известна Даже и в науке Многоступенчатая Фильтрация Например Вот в этой ступени Мы фильтруем Например металлическое Что-то Магнитом оттягиваем В этой Что-то плавающее Воду наливаем Плавающее всплывает Мы загребаем Вот в этой стадии Мы фильтруем Например еще что-то Другое И в конечном итоге Получаем какую-то Вычистку То есть Если мы представим Что сначала Была фильтрация По одному признаку Сжигались какие-то Рукописи Какие-то там Уничтожались Хранители Потом по другому принципу В советское время Например Если до советского времени Там ну христианство Могло как-то влиять Да То что не угодно О чем мы с тобой говорим То в советское время Могло уже влиять Нормандская теория Могла влиять И вычищалась Там и выкидывалась И так далее То есть Вот эти вот Многофильтровочные Ступенчатые Такие установки Их тоже принимать Надо во внимание Но это как Опять же Только реплика Не более того А я не имею прав Что дело в том Что не будем забывать Что у нормандской теории Были свои Как бы антагонисты Вспомним Да Другую школу То есть Были конфликты То есть Прошу прощения Просто так Акфильтровать Было что-то сложно На самом деле За исключением Отдельных документов Да Вот и опять-таки Тоже самое Первый момент Вспомню Да Например Опять-таки Вот эта фильтрация На одном этапе Она Она Скажем так Она не имела Систематического характера На длительном Протяженном этапе Она имела Такие Спорадические Черты Тем более Что у тех Кто фильтровал Потом снимали И фильтровали Уже по другому Принципу Понимаете Вот Фольклор Чем он интереснее Что вот Фольклор Миние всего Фильтровал Его собирали Другой вопрос Что его не выносили На поверхность Понимаете Вот в этом и ценность Фольклорных источников В том Что его Как правило Просто он был Никому не интересен Его собирали Складировали Издавали Ну Господи Ну кто будет Это читать Понимаете Там Ну Научные сотрудники Ну студенты Понимаете Никто же серьезно К этому подходить Не будет А именно В фольклоре Содержатся Очень ценные зерна Именно поэтому Судя по всему По этому каналу Информации Могло очень много Интересно сохранить Именно по Фольклорному каналу Хорошо Благодарю Ну что ж Еще у нас здесь Две реплики Насколько я вижу Его вопросы Реплики Итак От Олега Из Иркутска Вопрос Этимология Или корнесловие Слово Сказка Это на его взгляд На взгляд Олега Аббревиатура Сказка То есть на самом деле То что было Хотелось бы услышать Твое толкование Слово сказка Благодарю Сказка Я совершенно Традиционно Я не филолог Скажу Поэтому тут Я не буду Особо выдумывать Ничего тут Значит мудрство Лукаво Сказка Это сказ Рассказители Те кто Рассказывают То есть Сказ Некий сказ То есть Опять-таки Тут я ничего Нового вам Противно скажу Ну сказ Сказ Другой вопрос Что да Что были Подразделы Градации Этой самой сказки Да Были Были Например Были какие-то Вещи Но Здесь уже Вопрос Скорее Профессиональным Историкам Теологам Как это все Называлось В местах Да Ведь не будем Забывать Что в разных Районах нашей страны Это все Иногда Этимологически Очень раз По-разному Объемновалось Вот Поэтому Ну в данном Случа Сказ По мне Самый оптимальный Как бы Вариант Интерпретации Этого всего Да Для меня Конечно В первую очередь Все-таки Даже не название А именно Вот это Послание Сердцевина Ядро этого Послания Которое Сказ Передает Вот так Хорошо Ну еще Зачитаем Реплику И будем Уже Наверное Подводить Итоги Сегодняшней Встречи Реплика Эфир Из Ютуба От Егора Из Барнаула Хоп Только Сказал Последний И тут Сразу Тянов Сказ Ладно Алексей Вы не Объяснили Свою точку Говорит О чем Не Не Договорит Речь Идет О том Что Вот Я провел Аналогию С великим Деланием Алхимическим Да То есть Речь идет О трансформации Психофизического Состояния Человека То есть Да Я говорил Очень много Сегодня Про Шамани В европейской Алхимической Традиции Да Это Речь идет О Превращении Человека Некое Сверхсущество Трансформация Психофизического Состояния Которое Символизируется Подчеркиваю Символизируется Получение Там Им Царского Статуса То есть Зван Дурака Цари Это символ Да Не надо Понимать Очень буквально Речь идет О неком Преображении Человеческого Существа Но что Есть Преображение Это Не означает Буквально Из дурака Цари Это Означает То Что В Человеке Да В неком Человеке Сохраняется Некая Потенция Которая Впоследствии Реализуется Да И человек Трансформируется В соответствии С той Потенцией Которая В нем Уже Была Трансформируется В психофизическое Состояние Ну Вот мы Говорим О шаманах Которые Самый Простой Пример Я вам Сказал То есть Которые Действительно Уникальные Психофизические Способности Есть Герметическая Традиция Герметическая Верс Когда Европейская Идущая Древняя Элита Которая Говорит О том Что Человек Способен Перейти В некое Иное Системическое Состояние Есть Китайская Даосская Традиция Алхимии Не менее Древняя Чем Елибинская Вот я Вас туда Отсылаю В частности Посмотрите Китайские Даос Китайские Даос Практики Когда При жизни Человек Мог Получить Полубожественный Практический Стат Трансформировав При жизни Своё Психофизическое Состояние Не Исключено Что В сказке Волшебной Русской Как раз Даже не то Что не исключено А моё мнение Что С большой степенью Вероятности В том числе Описываются И эти процессы Вот так Хорошо Ну что ж Зачитая Последнюю Уже реплику Всё Больше не принимаем Реплика В эфир От Тианы Прошло уже Около Тридцати лет После Открытия Аркаима И мы До сей поры Гадаем То есть Гадать Буквально Дать Га То есть Конечно Тоже Движение Зачем Мастера Бронзовых дел Возводили Подобные Города Как известно Двойные Стены Их Срубленные Из брёвен И засыпанные Суглинистым Известковым Песком Который Цементируется От естественной Влаги Имеют толщину До 5 метров Каждая И высоту Как кремлёвские Между стенами Сложенный Лабиринт И это Всё Чтобы прикрыть От нападения Три десятка Домов Смешно И как доверять Академическим Источникам Сколько же врагов Должно было быть У наших пращуров На юге Урала Наверняка Жили в состоянии Постоянных Боевых действий Ирония Написано так То есть Иронически Значит смотрите В этом смысле Я всё-таки Вам рекомендую Обратиться к книге Андрея Юрьевича Склярова Одной из Тридцмертных Последних Митологии Небесный дар богов Вот Там как раз Об этом говорится В частности Раскладывается Частично Ситуация с Аркаимом По поводу того Что Ну действительно Это были Такие вот Кочующие группы Металлургов Которые Ну естественно Они защищали себя От окружающих Каких-то племён Которые Дело в том Что не будем Забывать Что в то время Вот То что они Производили Тот продукт Он пользуется Очень большим Спросом Прошу прощения И Многие Кто Из окружающих Племён на это Могли позавиться И как раз Собственно Это иллюстрирует Вот эта вот Самая как бы Оборонительная Система Аркаима Только не будем Забывать Что Аркаим Не один был Их там Городов Очень много В этом регионе Просто Нам почему-то Вот так получилось Что мы Сейчас концентрируемся На Аркаиме А там У этих городов Было очень много Таких поселений То есть Судя по всему Какие-то конфликтные Ситуации Между племенами Различными Они были Достаточно Типичны Для того В периоде А иначе Как бы Не стали бы Тратить силы И усилия Как бы Материалы На возведение Таких Сортификационных Сооружений Потому что В древности Все было Достаточно Прагматично То же самое Как бы Я и сказал Про волшебную Сказку Что Только то Что имеет смысл Да С точки зрения Если вещь Перестает Нести функционал С точки зрения Древизионного И исчезает Да Если сказочный сюжет Или фортификация Там Арка Стена Аркаима Насохранялась Значит Это внесло Определенный смысл Совершенно Практически Четко Осознаваемый Его носителем Вот так Ну что ж Благодарю тебя Еще хотя Вопросы поступают Но уже обещали Значит не будем Больше вопросов Задавать Надо было Вовремя Задавать Давай Заключение От себя Несколько добрых слов Нашим радиослушателям Скажи В напутстве Исходя из той темы Которую Ты сегодня Нам доносил Ну что ж Я могу сказать Что Что Коли феномен Волшебные сказки Жив А он жив Жив Исказители Жива традиция Значит Жив Жив Будет чистой Поэтому Жив Жив Спасибо Спасибо Благодарю Баюк А тут А тут Получается Вы Задали Уточняющий вопрос Нам понятно Что вас Интересует Напомню Что сегодня У нас 2 марта 2017 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных Первый день Месяца Пробуждения Природы 7525 Мы говорили Про архаизм Русских Волшебных Сказок Алексей Комогорцев Автор Соведущий Сказитель Очень интересно Все рассказал Благодарю Еще раз Всем Желаю Добра Друзья мои Изучайте Древность Изучайте Наше прошлое Чтобы не наступать В какое-то Очередное Что нам Подсовывают Потому что Тот Кто не знает Своей древности Обязательно Во что-то Вляпается В современности До новых встреч Друзья мои Всех благ Народное Славянское радио Все нужно Все важно